В Алматы ограничат высотность жилых зданий выше проспекта Абая до Аль-Фараби и улицы Жандосова, а также от восточного объездного кольца до улицы Сайна. Новые правила застройки Аким Бахаджан Сагентаев озвучил на заседании актива города. При этом он сообщил, что программу реновации ветхого жилого фонда за счет бюджетных средств продолжат реализовывать. Исключением будут те дома, где 100% собственников поддержат привлечение частного инвестора. В центре внимания и безопасности жителей Акима отметил, что в Алматы за два года количество камер видеонаблюдения увеличилось с 2,5 до 11 тысяч. Еще 3,5 тысячи подключат в этом году в Алатаусском, Наур-Узбайском, Турксибском, Житесусском и Медеусском районах. А в отдаленных районах города установят до 200 комплексов Сергек. А вот для повышения пожарной безопасности Бахаджан Сагентаев поручил приступить к проектированию и строительству новых депо в наименее оснащенных районах. Плюс ко всему в 2022 году в мегаполисе внедрят 11 сейсмических станций и 2 пункта анализа. Еще в городе заработает новая единая диспетчерская служба. Мы должны срочно пересмотреть и усилить диспетчеризацию и координацию работ служб для своевременного реагирования. Жители должны знать, как вести себя в экстренных случаях. Одним из таких проектов станет открытие в ближайшее время единой дежурной диспетчерской службы аналог 911. Сейчас идет наладка оборудования и обучение персонала. Продолжение следует...